здравствуйте друзья здесь демитков юрий помните остап бендер как-то в 12 стульях сказал пойдемте киса мы лишние на этом празднике жизни и недавно мы объехали очень много стран европейских в бельгии есть очень красивый город брюге например да мы были в париже и в брюге мы ходили и это очень красивый город он находится под юнеско памятник там под охраной очень красивые мы там были не одни русские сказать там мы встречали там русских и они разные все вот мы шли параллельно просто одной группе сказать тоже семья тоже сказать туристы они были очень хорошо одеты в принципе тоже приличные такие люди и мужик такой идиот и он какой-то потерянный он ходит там все красота обалденная вот снимай на каждом шагу и он такой рассуждает но мы здесь какие-то лишние мы здесь вот что это не наше все равно так вот и я хочу сейчас как раз на эту тему и задать вопрос во первых вам как вы считаете наши это или нет вот европа наши ли это ценности дело в том что когда в начале 90-х вот мы только-только начиналось все мы начали ездить все было очень любопытно мы все туда нагрянули поехали была у многих мечта там увидеть париж и умереть в том числе и у меня и я увидел париж умирать не собираюсь я его уже много раз видел я там был вот последний раз вот только что недели две назад там три вот уже прошло наверное лишние мы там или нет и кому мы ближе то есть в те времена вот в 90-е годы казалось что мы как раз близки к европу мы идем в европу и так далее но потом после мюнхенской речи очень резко изменилась тональность на наших телевидениях и сейчас европу из телевизора называют не иначе как гейропа и значит такому ничижительном типе мы пойдем своим путем и так далее и так далее куда мы пойдем вот и я объездил много стран я был скажем в китае у них древнейшая цивилизация да у них но они другой менталитет друзья мы мы другие и я был скажем в шри-ланке из самых далеких стран шри-ланка очень удивительная странам там наворочено столько религий столько церквей вот я не зря здесь на я сейчас в боровске нахожусь это центры православия один из центров и я считаю что это важно на самом деле потому что вот это что-то основное то что у нас есть вот так вот в китае свое мировоззрение оно очень глубокое но она не наше немножечко я был в шри-ланке там очень много вот намешано всего и она тоже другое но оно не наше я был в европе был в америке кстати вот тоже был в разных храмах и что же из них наше кому мы ближе и вы знаете я постоянно прихожу к мысли что честно говоря мы ближе все таки то есть мы страна которая находится на стыке скажем азии и европе но по менталитету вот друзья мои из всех путешествий вы можете соглашаться напишите пожалуйста согласны вы со мной или нет из всех своих путешествий я понимаю что к европе мы ближе вот так и ну вот про брюки я сказал да то есть мы ходили он говорил это вот все не наше какое-то чужое но такой был человек один еще одни русские были такая группа сказать там тетенька такая была и с двумя мужиками значит они вместе там что-то путешествовали мужики были немножечко такие под шофе значит тетенька тоже слегка но полегче и тетенька такая шальная значит от счастья а давай купим духи а давай купим это давай купим это вот ну и такие мужики что там тоже с подколами какими-то вот такие работяги в общем то вот то есть их не мучили вот эти вот экзистенциальные проблемы вот а в париже в париже там полное месиво различных национальностей различных раз и я смотрю но посмотрите вот русский человек идет внешне его никак не отличить от европейца понимаете и он говорит мы здесь лишние и я смотрю идут арабы которые или там сказать но темнокожие какие-то эфиопы я не знаю они не чувствуют себя лишними здесь в европе почему то есть но извините вот они как раз здесь скорее лишние но они себя не чувствуют лишними почему мы должны чувствовать себя там лишними во первых во вторых конечно по ценностям мы все таки ближе к европе чем скажем к азии или к мусульманам это ну вот мое ощущение на самом деле напишите согласно вы или нет с этим вот а про париж я могу сказать следующее в париже русская речь слышно буквально повсеместно вот и абсолютно вот ну иногда удивительные вещи получается но скажем мы были жардин лексенбург это сад такой прекрасный парк вообще шикарный совершенно и значит смотрю какие-то вроде как японцы да и там ну можно взять на прокат такой кораблик и пустить его и значит там он куда-то плывет парусники яхта очень красивая вот и на многих яхтах там были такие флаги разных стран и вот эти вот японцы пускают почему-то флаг ну как бы яхту но так досталось им видать с российским флагом я такой думаю ну прикольно так это самый российский флаг вот на яхта с российским флагом и вот мамаша сказать ребенка этого японца или там китайцы я не знаю кого вот она это где тимоха тимоша ты где ты куда пошел по-русски я такой ну нифига себе китайцы японцы наши люди они совершенно спокойно гуляют ну судя по всему это были корейцы все таки вот да и она потом сказать разговаривала еще на ком-то другом языке скорее корейском вот и в париже я говорю самые неожиданные люди разговаривают на русском языке очень часто я не знаю может быть там многие из них украинцы вот но большинство из них абсолютно спокойны и они не чувствуют себя там лишними более того я скажу что очень много людей которых я встречал там игру на каждом шагу буквально встречается русская речь неожиданно я не ожидал что будет так много в этом году русской речи но она там есть и я когда смотрю на людей ну есть туристы явные да это понятно сказать и мы были явные туристы там фотоаппаратами увешать нет здесь идет по просто парочка они они там живут понимаете они абсолютно спокойно то есть они куда-то не торопятся там зашли куда-то сели там ну как типичные скажем французы выглядят а говорят по-русски и таких было много то есть пока они не говорят я их ни за что не скажу что это русские то есть никогда не обращусь к ним по-русски поэтому но очень многие просто вот очень легко адаптируется именно в европе и вполне себе вот я считаю что мы там не лишние я не вижу почему мы там лишние почему мы там более лишние чем вот эти же арабы да мы немножечко сказать там может быть вера другая но она глубже и из своих путешествий я могу сказать кому ближе всего на мой взгляд это грузины но мне показалось что грузины глубже вот честно там совершенно сумасшедший энергетические силы храмы они православные грузины так сказать надо сказать храм гиргете он мы когда ехали туда поднялись в этот храм и когда ехали обратно мы тоже остановились тоже поднялись в этот храм и это храм обладает какой-то удивительной силой мне хочется еще раз туда вернуться еще раз туда приехать точно так же мы были в мцхете и там шикарные храмы и энергетика совершенно бешеная и мне показалось что грузин вера глубже чем у нас они более православные и еще один момент я думаю что такие же армяне я к сожалению пока не был в армении я очень туда хочу съездить у меня есть много знакомых армян они очень хорошие люди вот и мне хочется посетить армению мне кажется это нам ближе я не говорю что ну куда-то стремится то есть надо смотреть надо учиться чему-то у всех и у китайцев и у армян и у грузин и и в европе тоже вот но вот такие мои рассуждения напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу кому ближе и надо ли вообще ездить и путешествовать может быть вообще сказать там надо кричать что у них там вся гейропа и так далее кстати о гейропе и геях я был много раз в европе очень много один раз мы встретили конкретного гея один только раз на вот сейчас в последнем путешествии ни разу ничего подобного мы не видели вот да я когда был в голландии да когда я был там в районе красных фонарей да там этого полно ну и там кучкуется это их место вот да значит там в париже на площади пигалицкать вечером да конечно они там вот но днем все чинно вот ничего такого нет не надо говорить что там все подряд там и лесбиянки вот и ну напоследок скажу про украинцев потому что очень многие боятся ехать европу скажем потому что мы сейчас понятно что отношения испорчены напрочь с украиной и и казалось бы с европой так вот с европой ничего подобного потому что европе похрену это украина честно говоря и европе похрену россия они живут своей жизнью они не так сильно интересуются как мы и они не заморочены тем что там россия там что-то такое они знают что путин велик потому что он позволяет себе в отличие от их лидеров строить свою политику и не идти на поводу у трампа скажем так в отличие от их политиков да они считают путина великим вот ну и россия тоже великая страна у которой масса оружия вот отношение к европе к украине туда приехал очень много украинцев они там всех достали так скажу вот и раньше когда я ездил там в 2015 году вот после 2014 года там были вот эти вот шальные украинцы сказать майданутые такие которые там с флагами с украинскими и так далее я их встречал конечно я ну не хочется общаться потому что ну как бы зачем портить отпуск скорее всего но они могут быть настроены агрессивно хотя как правило это не так большинство украинцев они очень-очень нормальные люди но это выборы показывают на самом деле потому что за националистов не более там пятипроцентно сказать они пятипроцентный барьер точно не преодолели это говорит о том что националистов не так много как нам малюют об этом поэтому а сейчас их не было вообще то есть есть люди они разговаривают на русском языке возможно ска часть из них украинцев я опасался что могут быть конфликты какие-то в польше и в польше в лодзи мы когда остановились в отеле мы искали его значит там апартаменты вот эти в лодзи да я ищу и такой и мы идем по улице и мужик спрашивает говорит а что вы ищете говорит украинский центр такой нет мы ищем апартаменты адрес а говорит ну ладно а то украинский центр вот он через дорогу то есть короче говоря мы сняли апартаменты прямо напротив украинского центра я немножечко опасался свою машину потому что на машине явно написаны российские номера и так далее вообще никаких проблем не было и я не встречал враждебного отношения вот за эту поездку не ни разу нигде вероятно они работают все да еще один в брюге значит интересный момент такой очень коротенький смотрите мы идем восторгаемся так сказать там на русском языке и стоит парень такой он курит ну там сторонке и у него футболка от макдональдс мы потом отошли это был задний выход из макдональдса то есть он работает в макдональдсе вот ну типичный француз на самом деле такой чернявый все и он такой посмотрел на меня говорит вы из россии я говорю да но на русском языке понимаете да хорошо и все он там работает во франции в макдональдсе вот он говорит хорошо хорошо что мы туда приезжаем вот а в польше насчет враждебного отношения к польше еще один момент враждебное отношение в польше вы знаете ну где-то вот 2015 году где-то да вот последний раз когда мы были польше до этого мы подъехали к торговому центру недалеко от варшавы это ну янки если кто знает если кто был это один из первых торговых центров который после того как перестройка там началась в польше янки были первыми вот ну и там сейчас строится что-то мы решили зайти там уже сказать там центра уже полно таких же вот и мы на кассе расплачиваемся и там был мужчина на кассе сидел поляк лет так где-то 45 мне показалось ему и вот он там на кассе пробивает нам пи 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 значит но он слышит что мы по-русски говорим и что он сказал меня вот прямо до глубины души потрясло он такой говорит вы из россии я говорю да приезжайте вот прям вот ну как бы вот из глубины приезжать все он больше ничего не сказал но вот это вот прям вот это был как крик души я понимаю что это вот между варшавы и россии там сказать все завязаны на россии там понятно что все хотят чтобы мы приезжали я понимаю что финляндии между скате российской границы и хельсинки там каждый второй русский там очень много зависит от россии от бизнеса и конечно они хотят чтобы мы приезжали но в центре варшавы приезжайте поляк понимаете спасибо за внимание с вами был демятков юрий